Дальше. Вот закончили мы. Юра, вернее, закончил. Вот так вот она выглядит, да? Вот послойное плетение, да? А выглядит, по сути, как веревочки. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов как бы веревочки, да? Но на самом деле это послойка. То есть там получалось либо два за два, либо два за один и так далее. Ну и расстояние, конечно, между стоячками очень-очень маленькое сейчас осталось, поэтому прутом его плести дальше нет никакого смысла, только себе дороже и нервов много. Поэтому дальше Юра будет плести немножко еще лентой. Нашел такую старую ленту. Каких-то несколько рядов и лента тоже, наверное. Эта ленте уже больше 20 лет. Ух ты, ёлки. У меня даже такой нет. Она еще не доделанная. Попробуем, может, что-то получится. Самая старая лента лет, может, 10 каких. Вот она ломкая. Всё. А ты попробуй маковочную часть больше обрезать. Обычно, если это американка гигантская, например, у неё маковочная часть обычно ломкая. Сейчас только осторожно. Да, ломается этот. И еще раз попробуем. А что будет, если это тоже за два? Два-один. Два-один. Два-один попробуем. Ты хочешь по слойкой? Ну. Ну, тоже ничего будет. Не знаю. Пробуем. Первый раз пробуем. Лента только два-один, да, получается? И следующая, она в следующий. Угу. Не нравится. Нет, это ломается. Очень ломкая лента. Вот эту другую мы найдем. Если 23 года, наверное, всё-таки перебор. Слишком. Так, ну, как думаешь, готовая лента, да? Лента? Да, я думал, да. Нарушение просто. Такое. Посмотрим. Посмотрим. Ну, дальше лентой. Ну, вот, дальше лентой. Ну, я забыл. Может, это два тоже, да? Да? Я забыл. Два-один будет, да? Один будет, да? Так. Получится. Два-один. Два-один. Сначала нижняя, потом верхняя. Эта лента посвежее, вроде бы не ломается. Эт... Эт... Э... Эт... быстро началось так медленнее чем выше 7 медленнее ну зато красиво получится и 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 конечно полегче чем прудом но и и óc существенные упор ин 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 так что будет плести тут каждый выбирайте сами сколько вы про плетете еще лентой вверх например у женщин пальцы более мелкие поменьше скажем так может быть и повыше получится может что-то другое можно придумать это так принципе если взять какую-нибудь прошивку может быть можно лентой доплести вообще до конца но времени уйдет конечно очень если вот таким вот образом так шить ну как бы прошивая надо немножко потоньше ленту тоже может можно и вообще хорошо прошить вот опять же долго попробуем четыре руки если каждый со своей стороны ну вот единственное что ленты будет трудно удержать стейки ровно это всегда так было в принципе ну где хватит можно пробовать если взять по отношению к послойке может быть хотя бы столько же нет сколько в принципе если наоборот попробую скамливая часть частью ленты более гибкая чем смотрите получается и в четыре руки главное друг друга не мешать уж очень-то очень маленькие расстояние очень-очень-очень а 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 это я где-то у французов по моему видел как они в четыре руки и даже больше плетут эти большие такие ящики или короба где-то было такое видео одно эти в англии они там эти гробы по моему все тоже часто в четыре руки плетут пальцы пролезают уже хуже хуже практически каждый старичок все ну да сейчас такая ширина выглядит одному получше интересный такой рисунок получился своего рода такая как рыбе чешуя дальше дальше надо определиться где будет у вас сама ручка за что держать и нужно вставить туда толстую палку потому что будет снимать обрезаем по высоте почти с метра высота такая а а а и и сейчас надо снять шаблоны почти сама выскочила вот получается вот такая вот корзиночка без дна между прочим эти концы ровно с послойкой да сейчас мы уберем фрутик прутик поменьше сантиметров 70-80 по виду точно также сортируются по толщине дальше застал а да я вот пробовал твои эти трехтычинки не сравнить это вообще вот с трехтычинкой некоторая проблема у меня поскольку она у меня болеет грибком надо и какое-то такое поле выбрать по суше посадить почаще вот тогда 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 будет материал хороший я как бы вот это мне какой из нее и и соковый вот и коричневой получается из нее можно вот и маяк и маяк вот эти развести ну может этот латвийский тоже ну и желтый пусть останется где-то так а в принципе этим трехтычинкой можно обойтись трехтычинкой хороший сорт ну и что сейчас вставляем их примерно на одинаковую глубину надо только на стараться чтобы не прыгали вот и струганой стороной внутрь корзины я так понимаю да струганой стороной к старичкам вот как и снутри и снаружи будет примерно тогда не видно будет видно струганой стороны впоследствии из этих можно будет сделать загибку поскольку на этой загибки из-за нагрузки никакой она будет хорошо держаться и так или ты проклеиваешь их потолще ну вот а дальше дальше сделаем что-то интереснее опять в два поднимем да то есть загибкой край будет тоже не очень неровный неровный да тут уже можно взять прутик потолще ну вот середины и до следующей середины да получается да 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 Сначала от камлевой части, потом маковочной, таким образом он будет одинаковый, подъем и симметричный, в принципе так как надо, и в следующий, чтобы получилась ступенька своего рода. И так далее. С одной стороны сначала, со второй стороны, я думаю, что более подробно мы это уже показывали, только с одной будет. А, только с одной будет? Ну да. С одной стороны будет ровная, волна будет не ровная, а так интересно будет. Разнообразие. Сейчас тогда, с одной стороны Юра волну доплетет, тогда включимся уже на загибке или еще веревочка будет. Погревочка будет еще.